Как прекрасно быть, земля моя родная! Для зрительного зала Дома искусств города Сердобска были закуплены светодиодные экраны на общую сумму 3 миллиона 800 тысяч рублей. Сегодня зал совсем другой стал. Хорошие кресла, хороший экран, сцена. Единственное у меня пожелание, и мы должны этим заняться, это всё-таки подкорректировать освещение, которое нужно для видеооператора, ну и, конечно, для сопровождения концертных программ. Валерий Лидин вручил почётные грамоты Законодательного собрания Пензенской области трём ветеранам. Пять человек получили юбилейные медали. Оценил председатель регионального парламента и качество капитального ремонта в Куракинском Доме культуры. О нём просили на одном из личных приёмов местные жители. Валерий Кузьмич, пожалуйста, обратите внимание на Дом культуры, чтобы он у нас был. Вот в таком он виде он у нас стал, и вы мне ответили, этот год, год дорог, но будет у нас год культуры. И вот в этот год культуры мы вам, обещаю, сделаем. В итоге сюда приобрели новую музыкальную световую аппаратуру, мультимедийное оборудование, переоснастили сцену. Решить, кстати, удалось не только эту проблему. Самая, наверное, непростая была задача, это дорога от Чердовска до Куракина. Конечно, трудно было, где-то со скандалами, где-то с недовольством, но тогда всё-таки мы совместно усилием. Я помню эту встречу вместе с вами на дороге, когда мы всё-таки смогли мобилизовать дорожников и подтянуть те силы, которые необходимы были. В завершении рабочей поездки в Сердовский район Валерий Лидин встретился с многодетной семьёй. Подарил прибор для подогрева воды и продуктовые наборы, а ребятишкам вручил сладкие подарки, канцелярские принадлежности для школы и развивающие игрушки.